Первыми в свежие комнаты заехали вожатые, только успели распаковать вещи. Лада Никитенко сначала даже не узнала лагерь, где прошлым летом отработало несколько смен. Это вообще кардинальные изменения. То есть у нас новый корпус, много мест для жилья детей, новые возможности для вожатых. То есть улучшенные условия стали более комфортабельные. Ну и в принципе всё стало намного лучше, ярче и красочнее. В восторге от интерьеров и различных лагерных пространств и Анастасия Апина. Для неё эта смена – вожатский дебют. Жду я море позитивных эмоций. Также хочу, чтобы у меня был определённый опыт после первой и второй смены. Так как я в дальнейшем планирую стать учителем и работать с детьми мне не помешает. Ставрополье стало одним из 15 пилотных регионов, где в этом году модернизировали старые советские детские лагеря за счёт быстровозводимых конструкций. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В режиме видеоконференции она обсудила с участниками пилота их достижения. Можно сказать, что нами вместе с субъектами уже отработана эффективная организационная экономическая технология развития инфраструктуры отдыха. Позвольте ещё раз высказать слова искренней благодарности губернаторам региональным парламентам. Не просто ремонтировать детские оздоровительные лагеря, но переводить их в круглогодичный режим работы. Такую задачу ставит губернатор Владимир Владимиров. Ну и, конечно, считает необходимым продолжить участие в федеральном проекте. Вот здесь буквально за забором находится лагерь. Мы их объединим. Здесь делаем большой лагерь как минимум на 300 мест. И будем дальше развивать территорию. Тут ещё много проектов, много задач. Участие дальнейшее. Следующие три корпуса мы планируем в Ипатовском городском округе. В лагере построить также за счёт федеральных средств. Но подход будет везде одинаков. Мы не будем строить просто один корпус и обустраивать его. Мы будем полностью заходить и обустраивать целиком детский лагерь для того, чтобы ребёнок зашёл за ворот и попал в сказку. Вот этим мы будем жить. Потому что всё лучше детям. В лагере отремонтировали старый корпус, построили новый, привели в порядок столовую, сделали спортивную площадку, пространство для отдыха, благоустроили территорию. 150 человек. Мы прекрасно понимаем, что для нашей территории, для нашего города это мало. Поэтому будем развивать вторую и третью очередь. А было 60. То есть, в принципе, мы в два с лишним раза увеличили количество коек. И уверен, что это будет очень полезно для наших городов. Изменилось и внутреннее содержание. У нас первая программа военно-патронотическая, называется «Без срока давности». Вторая программа у нас «Культурное наследие». Это мы будем изучать культурное наследие нашей страны. Третья смена – это у нас 21 день по России. Мы знакомимся с регионами России. Ну и четвёртая короткая смена, 10-дневная, называется «Десять дней в армии». Название говорит само за себя. В приоритетном порядке отдохнут в обновлённом лагере дети участников спецоперации. Первая смена заедет сюда уже 2 июня. К встрече маленьких гостей здесь всё готово. Ну а на минутку вернулись в детство Кира Мартинова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Будем верить, будем жить и надеждой дорожить! У-у-у!